Дочь легендарного Аркадия Райкина никогда не хотела находиться в тени знаменитого отца. Возможно, именно из-за этого ее карьера сложилась не так, как хотелось. Она играла в театре и кино, но часто чувствовала себя невостребованной. Личная жизнь актрисы была бурной, а актер Юрий Яковлев даже бросил ради нее беременную жену. Как сложилась личная жизнь и карьера наследницы актерской династии далее в нашем ролике. Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде в семье актера Аркадия Райкина и актрисы Руфи Иофи. Ее брат актер Константин Райкин Екатерина признавалась, что всегда была папиной дочкой, а вот ее брат Костя был любимцем мамы. Она впервые вышла на сцену в 12 лет и после не представляла себе жизни без театра. Екатерина окончила театральное училище имени Щукина и попала в труппу театра имени Вахтангова. В ее карьере были главные роли, но зачастую молодая актриса оставалась невостребованной, режиссеры будто не замечали ее. По словам Райкиной, это сводило ее с ума, приносило боль, разочарование и даже проблемы со здоровьем, на нервной почве у актрисы даже отказывали ноги. Она несколько раз уходила, но снова возвращалась на родные подмостки. Знаменитая фамилия не слишком помогала Кате, а отец не брал ее в свой театр. Как и многие гении, он создал свой театр для себя, и даже талантливая супруга всегда находилась в его тени. Екатерина считала себя театральной актрисой, поэтому не слишком любила кино, однако от предложений режиссеров не отказывалась. Начиная с 1962 года, она сыграла несколько эпизодических ролей, а впоследствии воплощала на экране героинь второго плана. Ее партнерами по съемочной площадке были такие знаменитости, как Ростислав Плят, Евгений Леонов, Анатолий Попанов и Михаил Пуговкин. Первую заметную роль актриса получила в 1967 году. Она сыграла Гёсю Гельфман в фильме о легендарной революционерке Софьи Перовской. Через год был фильм «И снова май», посвященный все той же теме революции, а потом она снялась в «Благочестивый марте» с Маргаритой Тереховой и Николаем Караченцевым. Свою первую главную роль Райкина получила в 1987 году в фильме «Клуб женщин». Это картина о подругах, решивших начать новую жизнь после выхода на пенсию. После этого в кинокарьере актрисы наступил большой перерыв, в следующий раз она появится в кино только в 2003 году, Екатерина трижды была замужем. Она утверждает, что актриса должна уметь любить, а у нее в жизни этого чувства было достаточно. Первый студенческий брак случился, когда Райкиной ей было 19 лет. Она вышла замуж за актера Михаила Державина. Он встретил девушку в Щукинском училище и влюбился еще до знакомства. Райкиной тоже понравился симпатичный, талантливый актер, и через два года они поженились. Аркадий и Руфь хорошо приняли зятя, а Райкин снял для молодоженов комнату у своих знакомых. Михаил и Екатерина переехали туда из квартиры родителей Державина, где жили в пятером на 40 метрах. О первом браке актриса вспоминает охотно и не считает его ошибкой юности. Ведь они с мужем любили друг друга, расстались без скандалов и претензий, а потом тепло общались. Они прожили в браке всего два года. Я его очень любила. Мы поженились на третьем курсе института, но потом я пришла в театр, увидела Юру Яковлева и потеряла голову, отмечала звезда. Актриса ушла к Яковлеву, в которого влюбилась без памяти. Он был старше на 10 лет. Ради Екатерины знаменитый Ипполит из фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» оставил беременную жену врача Киру Мачульскую. Она носила под сердцем долгожданную дочку. Девочка вырастет и станет известной актрисой Аленой Яковлевой. Когда Алена влилась в труп у театра «Сатиры», Михаил Державин называл ее первая дочь второго мужа «моей первой жены». Аркадий не одобрял выбор дочери, но считал нового зятя талантливым актером и все же принял его. Вскоре у пары родился сын Алексей, но возникла другая проблема – Яковлев начал выпивать. Райкина помнила словам матери о том, что мужчине можно простить все, кроме пьянства. Однако некоторое время жила с мужем и боролась с пагубной привычкой. Однажды выпивший Юрий сел за руль и заснул, несмотря на то, что в машине находилась беременная жена и еще одна пассажирка. К счастью, все закончилось хорошо, но Райкина поняла, что дальше так продолжаться не может. Но вскоре актер бросил молодую жену ради новой пассии. Они развелись, когда их сыну было лишь три года. А обиженная женщина на долгие годы разлучила бывшего мужа с наследником, о чем потом сожалела. Когда 18-летний Леша учился в Щукинском, Яковлеву сказали «Приди посмотри, у тебя чудесный наследник». Он пришел. Так спустя 15 лет после разлуки снова познакомился с сыном. В третий раз Екатерина вышла замуж за актера Владимира Коваля. Они служили в одном театре. Артист был на 4 года младше Екатерины. Несколько лет они счастливо жили вместе, но потом и этот брак дал трещину. Супруги разъехались, но официально так и не развелись. Они тепло общались вплоть до смерти Ковали в 2013 году. После смены руководства любимого театра Екатерины Аркадьевны спектакли, в которых она участвовала, сняли с репертуара, а новых ролей для нее не нашлось. Актрису не уволили, она получала небольшое пособие, но долго не выходила на сцену и, по ее словам, чувствовала себя дровами, которые лежат на складе. Это был сложный период в жизни Райкиной. Она поняла, что не сделала в жизни даже части того, о чем мечтала. От депрессии ее спасла внучка Елизавета, она проводила с ней много времени. В 70 лет судьба подарила актрисе, которая поставила крест на своей карьере «Второй шанс». Ее пригласили в антрепризный русский театр Монреале в постановку «Бабь Елета». Артисты гастролировали по городам Канады, США и бывшего СССР. Причем каждое представление сопровождалось аншлагом. Райкина благодарна руководителям театра за шанс снова почувствовать себя востребованной. Но возраст взял свое, и Екатерина ушла на покой. Правда, сидеть дома без дела актриса не привыкла. Она занимается архивами отца, разбирает его письма, систематизирует записи и написала книгу воспоминаний об Аркадии Райкине. В планах у Екатерины Райкиной при театре «Сатирикон» организовать театральный музей, посвященный отцу. И только об одном актриса сожалеет до сих пор. Не смогла попрощаться с папой Аркадием Райкиным, актер работал на износ. У Константина Исааковича было больное сердце. Он страдал от болезни Паркинсона, но отыгрывал спектакли. А потом попал в больницу, откуда уже не вышел. Екатерина видела отца в последний раз 15 декабря 1987 года. На следующий день Аркадия Исааковича увезли в реанимацию. Туда ни дочь, ни сына не пустили. 17 декабря 1987 года сердце актера остановилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok